Доллар подорожал, импортная продукция подорожала, наша торговля российская теперь обратилась к нашему отечественному товаропроизводителю. Отечественный товаропроизводитель готов выдать на гора любую продукцию сельскохозяйственной промышленности, но у него нет оборотных средств, он не может взять кредит. И практически сегодня настало хорошее время для того, чтобы поднять экономику, а мы ее наоборот разоряем, опускаем, потому что предприятия начали закрываться один за другим, потому что не могут произвести продукцию и не хватает денег. Что в правительстве не знают, что делать в этом случае? Вот они сейчас разработали антикризисную программу. Но в чем она заключается? Да ни в чем. Они субсидируют процентные ставки до 15% сельскому хозяйству. Это фактически они финансируют ими же придуманную ключевую ставку. Они ее плачут. Ну тогда вы ее уберите совсем, и не надо будет из бюджета ее доплачивать банком. Ведь платить-то будут банком, и эти деньги уйдут в банковский сектор, потому что искусственно завышены кредитные ресурсы, их финансируют из бюджета, страна теряет все. Так уберите эту ключевую ставку. Она вводится многими странами, но она вводится на неделю, на 10 дней, не навсегда же. Если она навсегда останется, у нас кредитные ресурсы так и будут по 30-40%. Но нельзя же этого делать. Ну, мне сложно дать определение, почему наши руководители в правительстве не видят вот всей губительности своего вот этого шага в виде поднятия ключевой ставки. Ну, надо решать этот вопрос. Они боятся, что, значит, будет утечка капитала долларов. Но это же, если учредить финансовый контроль за валютой, ведь нет никакой проблемы во всех странах мира это есть, то все можно отрегулировать. Но у нас как? А у нас в правительстве говорят, нет, мы контролировать валюту не будем. Но если не будете, уже сегодня говорят, что утечка капитала на следующий год будет 100 миллиардов долларов. Это что, делается специально тогда? Если страна находится в критической ситуации, в кризисной, в какой угодно, ну, тогда надо применять те механизмы регулирования, государственные, рыночные, какие угодно, для того, чтобы страна выжила, чтобы она развивалась. У нас этого делать не хотят. И, к сожалению, вот та программа или план, или как они его называют в правительстве, его никто еще не видел, он, к сожалению, все эти вопросы не решает. Редактор субтитров А.Семкин